Перед раскроем деталей из эластичного кашкарсе нам необходимо рассчитать коэффициент растяжимости этой ткани. Для этого ставим две отметки на расстоянии 10 см и начинаем растягивать ткань вдоль сантиметра. Ручками ощущаем сопротивление материала и смотрим до какой отметки он растягивается без значительной деформации. В данном случае до 13 см. То есть было 10 см, стало 13 см. Делим 10 на 13 и получаем коэффициент растяжимости в данном случае 0,77. Для расчета размеров деталей из эластичных тканей нам нужно измерить длину среза, куда будет пришиваться, например, пояс, и умножить на коэффициент растяжимости. Длина нижнего среза этого бомбера, без учета вот этой детали пояска, у нас составляет 100 см. Умножаем 100 на 0,77, коэффициент растяжимости, и получаем, что длина пояса должна составлять 77 см. Ширина пояса в данном случае у нас равна 12 см. То же самое мы проделываем с нижним срезом рукава и с горловиной. Мы раскроили детали из кашкарсе, это вратник, это две манжеты, это пояс. Рассчитать размер своих деталей из эластичных тканей вы сможете непосредственно по вашей выкройке. Разворачиваем деталь пояска и сюда прикалываем деталь пояса. Стачиваем швом 1 см. Это мы делаем с одной стороны и с другой стороны. По длинному срезу мы пока его притачивать не будем. Это проделаем позже, после окончания обработки подбортов. И то же самое мы делаем с другой стороны. Также укладываем и прикалываем. Притачали деталь пояса к детали пояска по коротким срезам. Вот как это выглядит с изнанки. Срезы разутюжили. На подбортах обметали длинный срез и плечевой срез. Подборт нижним срезом укладываем к нижнему срезу пояска и пояса. И притачиваем швом 1 см. Строчку прокладываем от края детали до края детали. Притачали подборта по коротким срезам. Припуски разутюжили. На защитной планке молнии стачиваем торцы швом 1 см. Для этого перегибаем планку лицом вовнутрь. Скалываем. И будем прогладывать строчку на 1 см. Стачали оба торца защитной планки. Теперь припуски нам необходимо подрезать на 0,5 см. Срезать уголок и вывернуть. После этого планку необходимо приутюжить. Перед притачиванием подборта нам необходимо к срезу молнии с правой стороны притачать защитную планку молнии. Она точно соответствует длине молнии. Укладываем, фиксируем булавками. И притачивать будем с этой стороны в шов притачивания молнии. Сначала защитную планку молнии. С этой стороны строчка у нас в строчку притачивания молнии. Теперь обтачиваем под бортом вот этот длинный срез. Для этого по рассечке перегибаем деталь пояска с подбортом. Здесь следим, чтобы у нас строчки были на одном уровне. Фиксируем как раз это место булавкой, чтобы они у нас не разъехались. Здесь подгоняем, чтобы все было ровно. Вот. Вкол булавки в строчку и выкол булавки в строчку. И уравниваем верхний срез подборта. И будем также притачивать в шов притачивания молнии. С другой стороны планки молнии у нас нет, поэтому просто по рассечке, вот рассечка, перегибаем подборт и деталь пояска, уравниваем срезы и швом один сантиметр обтачиваем вот этот длинный срез. Притачивать будем также в шов притачивания молнии. Притачали подборта. Теперь выворачиваем, проверяем, все ли в порядке. Если все в порядке, лишние припуски можно будет высечь. Вывернули подборта, застегнули молнию, проверяем на одинаковом ли уровне у нас нижние срезы, но это совмещение мы с вами уже проверяли, как расположилась планка. В данном случае все хорошо, можно обрабатывать дальше. Чтобы в процессе эксплуатации изделия подборт у нас не выворачивался и не попадал в молнию, нам нужно расстрочить подборт на припуск. То есть припуски отвернуть на подборт и проложить строчку на 0,5 от молнии. Для того, чтобы снизить толщину, подборт подрезаем ступенью. То есть подрезаем только деталь подборта. Ленту молнии и припуск основной детали не трогаем. Обрезаем на половину припуска. Расстрочили припуск на подборт, теперь приутюживаем. Следующим этапом мы притащиваем длинный срез пояса к нижнему срезу бомбера. Но предварительно обратите внимание, что ширина детали пояска и ширина подборта у нас разная. А это значит, что нам нужно дополнительно вот этот вот участок на 3 см проложить дополнительную строчку, чтобы потом в готовом изделии здесь не образовалась дырочка. Уравниваем детали поясков. Сгибаем пояс пополам. Отмечаем середину. Теперь нужно каждую часть разделить еще пополам. Поставить здесь булавки. Так же и с другой стороны. И так же мы делим на 4 части нижний срез бомбера. Находим середину спинки. И теперь каждую вот эту часть делим еще раз пополам. Дополнительные отметки нам нужны для равномерного распределения нижнего среза бомбера относительно резинки, потому что резинка у нас выкроена с кайфа, центром растяжимости. То же самое. Можно сантиметром делить, можно вот так просто перегнуть и найти, где поставить булавочку. Дальше мы совмещаем отметки на поясе с отметками на самом изделии. Пояс отворачиваем на лицо. Уравниваем срезы пояса и совмещаем булавки. Одну вытаскиваем, вторую закалываем через все слои. Нам красиво сделать вот это место. Отворачиваем подборт, освобождаем припуски. Вот так прям получше выверните, все расправьте. Теперь совмещаем швы притачивания пояска, чтобы они у нас смотрелись аккуратно. Вот так их укладываем вместе и фиксируем булавкой. И строчка у нас пойдет с подборта на пояс и до следующего подборта. Прикололи пояс. Проверяем равномерность посадки по вот этим вот участкам. Они должны быть более-менее равномерные. И теперь будем притачивать, растягивая пояс, уравнивая срезы на 1 см от края. Строчку проложили. Теперь обметаем срез на верлаке и будем обрабатывать горловину и манжеты. Деталь воротника приутюжили пополам и также булавками разделили на 4 части, так же, как мы с вами делили пояс. Совмещая булавки и растягивая воротник, мы прикалываем его к срезу горловины. Воротник втачали. Здесь припуски немножко подрезали. Теперь оборачиваем втаченный воротник под бортом. И обтачиваем срез под бортом до плечевых срезов. Вот этот участок, который у нас идет по спинке, мы закроем впоследствии киперной лентой. Прикололи под борт горловине и притачивать будем со стороны полочки в шов притачивания воротника. Притачили под борта. Теперь нужно вывернуть, застегнуть молнию, проверить сопоставление концов воротника. После этого мы высечем вот эти вот хвосты молний и будем обрабатывать горловину дальше. Застегнули молнию, проверяем концы воротника. Здесь все нормально обработано у нас. Теперь будем высекать лишнее с изнанки хвостик. С одной стороны и с другой стороны точно так же. Теперь горловину приутюжим и будем закрывать срез киперной лентой. Киперную ленту будем притачивать вот на этот участок. Для того, чтобы припуск у нас не торчал из-под киперной лентой, мы его подрезаем наполовину. Отворачиваем под борта и срезаем припуск наполовину. Припуск отворачиваем, укладываем киперную ленту на подборт. Дальше укладываем ее к строчке и притачивать будем на миллиметр от края. Киперную ленту притачили на миллиметр от края. Теперь ее отвернули на изделие, накрыв припуски и прикололи булавками. И вторая строчка пойдет на миллиметр от этого края. Благодаря тому, что мы ленте придали изогнутую форму, она у нас не затянет изделие и горловина получится очень комфортной. Притачали киперную ленту по второй стороне. Вот так это выглядит с изнанки. Вот так это выглядит с лица. Теперь нужно заправить косички на подбортах и подборта притачать вручную, подшить к плечевым швам, поставить закрепки. Край подборта притачали к припуску плечевого шва трехшаговым зигзагом. Поставили таким образом закрепку. И последнее, что нам осталось сделать, это притачать манжеты. Манжет стачали в кольцо, припуски швов разутюжили и манжет приутюжили пополам. Теперь нам нужно разделить манжет на 4 части, разделить рукав на 4 части и притачать манжет к нижнему срезу рукава. По такому же принципу мы с вами притачивали пояс. Разделили манжет на 4 равные части, разделили нижний срез рукава на 4 равные части. Шов стачивания манжета ориентируем на нижний шов стачивания деталей рукава, совмещаем булавочки, фиксируем манжет на рукаве, притачиваем сначала на шлейной машине, потому что здесь толщина, чтобы у нас детали не уехали. Лучше зафиксировать на шлейной машине, растягивая манжет, а потом срез обметаем на оверлоке. Внимательно совмещайте булавки, чтобы манжет не оказался перекошенным. Все вкололи, видно, что рукав больше, чем манжет, и притачивать мы будем, растягивая манжет. Манжет притачали, обметали края на оверлоке. Вот так он выглядит с лица. Бомбер готов. Подписывайтесь на канал студии Швейный Советник Шьем Онлайн. Присоединяйтесь к нашим крутым швейным марафонам, которые мы проводим в группе ВКонтакте и в Инстаграм. Ссылки на соцсети вы найдете под этим видео и в шапке канала. А главное помните, всегда можно сделать проще. Пока-пока. До новых волнительных встреч. С вами был Швейный Советник.